Добрый день! В эфире программа «Петербургские встречи». Сегодня у нас в гостях народный артист России, певец Олег Погодин. Олег Евгеньевич Погодин. Камерный певец, исполнитель романсов, народный артист России. Окончил Ленинградский институт театра музыки и кинематографии. Был принят в труппу Большого драматического театра, но проработал там только три года. В 1990 году представил публике оригинальную программу «Я – артист» по песням Александра Вертинского. Вскоре вышел первый большой диск Олега Погодина «Звезда любви». С 1993 года артист посвящает себя исключительно концертной деятельности, как в России, так и за рубежом. Сегодня в репертуар певца входит свыше 500 песен и романсов. Записано более 20 дисков. Искусство романса в его исполнении обрело новых почитателей и новую жизнь. Олег, добрый день. Добрый день. Рад вас видеть в нашей студии. И, конечно же, безумно рад пообщаться с вами о вас, о вашей творческой жизни и о романсе, о таком прекрасном жанре, как романс. Скажите, почему из всего песенного разнообразия, которое у нас существует, вы выбрали именно романс? Романс – жанр, который абсолютно соответствует моей психофизике. Абсолютно. В это входит и тембр голоса, и внешность, и характер, и отношение к жизни, мировоззрение, если хотите. То есть все подряд. Я с этим жанром совпадаю абсолютно до такой степени, что, в принципе, если отменить какие-то моменты сценического делания, за которые мы всегда отвечаем, то, в общем-то, мне ничего особо делать и не приходится, когда я выхожу пиратской, подчеркну, романс. Просто это мой разговор, это моя манера разговора, это мой лексикон, это для меня абсолютно естественно. Просто как вторая суть. Поэтому, когда произошло знакомство, сразу после этого, фактически, я и запел романс, где только мог, по три аккорда на гитаре, еще, естественно, до сцены. Хотя на сцену я вышел очень рано, я был солистом детского хора Ленинградского радиотелевидения, но в ту пору, когда романсы, в общем-то, особо не пели на эстраде. То есть пели, конечно, была блистательная Карева, кто-то из артистов знаменитых того времени, допустим, Тажана Германа или Усиф Кобзон, они включали романсы в свой репертуар, но все это было очень дозировано и, естественно, не сильно приветствовалось. Поэтому моя настоящая, очень радостная встреча с романством состоялась в 1985 году. И тут я с большой радостью, хотя, естественно, и с некоторой печалью, упомяну имя человека совершенно гениального, Валерия Гафонов. Особая есть такая радость еще, то, что он наш не просто соотечественник, он тоже петербуржец, ленинградец. И пластинка под названием «Песня сердца», очень хорошее название, первая пластинка, она на меня оказала совершенно такое мощное влияние с точки зрения формы. И на лет, наверное, 10 я подпал под обаяние Агафонова и фактически в каком-то смысле ему не подражал, но вторил в том, что я делал в романсовом исполнении, даже уже на сцене, даже уже закончив театральный институт, даже уже когда выходил с сольными концертами. ПЕСНЯ Как тебя мне не узнать Ход твой в раменоре И мелодию твою в частом переворе Эх, раз, еще раз Еще раз, эх, раз, да еще раз Еще много-много раз Поговори хоть ты со мной Подруга семиструнная Душа полна такой тоской А ночь такая лунная Вон там звезда в ночи горит Так ярко и мучительно Лучами сердце теребит Дразня его извительно А что сердце нужно ей Ведь знает без того она Что к ней тоскою долгих дней Вся жизнь моя прикована Эх, раз, да еще раз Еще много-много раз Эх, раз, да еще раз Еще много-много раз И да, царень готов с тобой Вести беседу эту я Договори лишь мне домой Ты песню недопедую Договори, сестры твоей Все недомолвки странные Смотри, звезда горит Ярчей так пой Моя желанная Эх, раз, да еще раз Еще много-много раз Эх, раз, да еще раз Еще много-много раз Олег, жанр романса Так скажем, исповедальный жанр Вы никогда не задумывались Почему этот жанр возник Именно в России Нет, конечно же, существуют Лирические городские песни В западноевропейских культурах Существуют вообще Лирические песни Которые берут за душу Но именно романс Именно романс Мне кажется, это Россия Как вы думаете? Для меня определение жанра Вещь сложная С точки зрения размышлений И вербального какого-то Выражения Я чувствую Я могу показать Но мне труднее рассказать Романс Слово происхождения испанского Именно применительно К лирической песне О любви И романсера То есть те, которые пели романс Это довольно давно В общем возникло Такое даже определение Это совсем уж не русское явление Понятно И сочетание голоса с гитарой Это тоже не русское явление Это Италия и Испания И наверное самый близкий К русскому городскому романсу жанр Это вот итальянские Неаполитанские песни Неаполитанские песни Которые тоже, кстати, хронологически Совпадают с расцветом Жанра русского городского романса То есть это примерно Конец 19-го Начало 20-го столетия Но они сильно Сильно отличаются От самого романса русского Вот как раз тем качеством Которое вы отметили Исповедальностью Для любого западноевропейца Даже для испанца У которых может быть Очень глубокий Серьезный взгляд на жизнь Трагический Без иронии Как у французов И без неуемной Совершенно жизненной силы Энергии Как у итальянцев Но вот такое самокопание Разграждение своей души Причем в мельчайших подробностях И еще с такой слезой Причем не отвратительной слезой Которая бывает, допустим В цыганских романсах То, что мы называем Цыганщиной иногда А с настоящей слезой Оплакивание своих ошибок И невозможности счастья В этой жизни Это русская черта Она, собственно говоря Не только в романсе проявляется Мы прекрасно с вами знаем Вся великая русская литература Так или иначе Даже очень светлый Пушкин Они тронуты Хотя бы вот этим покаянным Самоощущением И это здорово Другое дело, что Трудно выходить на сцену С этим чувством по главе угла Потому что довольно Опасно заставлять Зрителя все время Находиться на пределе Вот этих эмоций В романсе, по счастью Всегда идет разговор о любви А вот это Каждому человеку не безразлично Соответственно Можно вот этот вот печальный И даже сумеречный очень Настрой Перевести в эмоциональную сферу Когда ты предъявляешь Свои собственные чувства В том плане, что любовь дороже всего И любовь все покрывает Я говорю сейчас Евангельским языком Но не только в самом высшем смысле А даже и в каких-то Бытовых сложностях Неустроенностях Собственно говоря, романс Можно петь про это И мне кажется и нужно петь про это Когда ты выходишь на сцену То есть когда Существуют рамки спектакля В записи Там можно поиграть И философии Какой-то Вот и так далее А когда ты на сцене Наверное, артисты Должны предъявлять Эмоции И мы должны Эмоции Рождать Воспитывать Если получается И уж во всяком случае Усиливать В тех людях Которые пришли нас Послушать И увидеть там Если говорить о театре Олег, а что для вас Важнее в романсе Именно для вас Эмоция О которой мы сейчас Как раз говорили Чувство Или же Филигранная Техника вокала Которая, кстати У вас Есть Или все-таки Это одно От другого Неотделимо Я далеко не безупречен В технике И филигранность В чем-то Конечно Присутствует Безусловно Но далеко Не во всем Если я обращаюсь К классическому репертуару У меня есть такие программы Вот концерт Целиком Из романсов Петра Ильича Чайковского Там работа Действительно Когда семь потов сходит Чайковский Это Поэтому нужно Разделить Все-таки два жанра Я не случайно Постоянно повторяю Городской романс В городском романсе Прежде всего Эмоции История человека Если хотите Драматическое делание Но Если есть возможности Голосовые И выучка Что предъявить В этом репертуаре Филигранность Воспользуюсь вашим словом Исполнение То это счастье Некоторые романсы Есть которые Знамениты Они всем Нравятся На протяжении Уже 120-150 лет И в них Не обязательно Совершенно Выпевать Даже тот материал Который предоставлен Но есть романсы В которых Очень хочется Чтобы артист Спел Допустим Не уходи Побудь со мной Или Гори-гори Моя звезда Это тоже из романсов Знаменитых Которые можно спеть И под три аккорда На гитаре Условно говоря Но там есть что спеть И если тебе это удается Уже как вокалисту Именно То это не просто Дополнительный плюс К исполнению Это другая вселенная Там возникает Совершенно чудесное ощущение Городской романс Жанр Который доступен Любому человеку Который не требует Серьезного музыкального образования Который не требует Погружения в литературу Серьезного Все это возможно И тогда Это все лучше Но не обязательно И вот вдруг Этот жанр При совершенном Исполнении Становится Достоянием Классической культуры Отечественной Одним из ее столпов Пусть не самых мощных Как русская литература Или там Опера 19-го столетия А все-таки Вот хотя бы Таким тонким Но необходимым Столпом Который нельзя убрать Поэтому Конечно Для того Чтобы концерт Целая программа Городского романса Свершился Нужно прежде всего Быть эмоциональным Но Чтобы это было Явлением Стало явлением Нужно это еще и спеть Гори 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 Моя звезда Гори Звезда Прилетая Ты Ты у меня Одна Советная Другой не будет Никогда Ты у меня Одна Советная Другой не будет Другой не будет Никогда Звезда надежды Ты благодатная Звезда Любви Последних Дней Ты будешь Вечна Я Закатная В душе Доскующей Моей Ты будешь Вечна Я Закатная В душе Доскующей Моей По поводу эмоций, Олег, мне кажется, что роман стоит в себе опасность В том плане, что Чуть больше эмоций И это может уже выйти В дурновкусие А может быть и в пошлость Ну а с другой стороны Петь романс Без переживаний Тоже невозможно Вот как вы думаете Как найти эту Золотую середину, чтобы Вы абсолютно правы Просто на этот вопрос Нелегко ответить Во-первых, должен быть талант Понимаете, когда мы говорим Сейчас не о вашем покорном слуге А о любом артисте Выходящим Сольно На сцену Когда он выходит Один Когда его не могут Спасти партнеры По спектаклю Когда его ничто Не закрывает Ни образ Какой-то Сочиненный Потому что, кстати, в роман Све не спрячешься за образ Это несколько Часто много Отдельных историй Каждую из этих историй Нужно прожить И в течение трех минут Как правило, в среднем Роман длится около трех минут Ты должен Снова родиться Снова прожить И снова умереть Или вознестись В зависимости от того Конкретного романса Который ты исполняешь Так вот Для артиста Выходящего на сцену Сольно Талант Условия абсолютно необходимы Не пригодность к профессии А талант Потому что Первое, за что публика любит Всегда Это все равно Талант Иногда эмоциональным перебором Грешат даже Именитые Певцы Вы абсолютно правы И вторая вещь Это воспитание И мастерство Школа, если хотите Если человек получил Образование достойное Или Просто Какой-то Очень Точный опыт Мне повезло В каком смысле Спасибо родителям Опять-таки Слава Богу Это вне моих усилий Какое-то вот тут Чутье Если хотите Вкус Заложено было Сразу То есть я понимал Что что-то Вот петь можно на кухне Но нельзя выносить на сцену Вы абсолютно правы Романс Жанр очень опасный Там все время Идешь Не как по канату Даже А как по лезвию Чуть-чуть левее Чуть-чуть правее И либо перекос В абсолютную холодность И безразличность Либо Заваливание Как вы сказали Ну даже с ним В дурно вкусе То В перебор Который оскорбляет Он не то что Отменит как бы успех Нет Мы знаем массу артистов И очень достойных Которые С таким вот Цыганским Выходом И мере успех На протяжении десятилетий И заслуженный Но Какого-то зрителя И даже довольно большую часть Все-таки Это именно Задевает Оскорбляет Либо вызывает раздражение Либо вызывает боль Потому что Романс Целомудрен Романс Нежен Это не его Единственное качество Но это Обязательное качество Без Целомудренного отношения К самому себе К своей жизни К своей любви Без нежности К объекту Своей любви Романс невозможно Превращается не в романс Он превращается В городскую песню Так худо-бедно спет Или даже хорошо Но это не романс Олег, ваша публика В основном Публика За 30 Скажите Вот как вы себе Это объясняете Поскольку Мне кажется Мне кажется Что Совсем молодые люди Не могут воспринимать Романс Поскольку Наверное Не пережили Они в своей жизни Того Что Описывается Показано в романсе В этом году Мне Будет Надеюсь 50 И поэтому Вот Когда спросите Почему вы считаете Что у вас в основном Публика за 30 Это невероятное Совершенно счастье Понимаете Для 50-летнего артиста Что публика за 30 Молодой человек Юный человек Даже ребенок Может почувствовать И оценить романс И полюбить его Перед вами Просто живой пример Не испытав Еще в жизни Не только Трагических Каких-то потрясений Но даже Каких-то Существенных потерь В которых Можно печалиться Вот как печалится романс Дело в том Что романс Как правило Красивая песня А красивая Убеждает Помимо формальной логики Помимо рациональной логики Красиво убеждает Эмоционально Красиво убеждает Через сердце Почувствовать Это может Человек любого возраста Который уже начал говорить Даже некоторые Которые еще не начали говорить Сколько сейчас у меня Вот знакомых И друзей Которых Маленькие детки Младенцы засыпают Младенцы засыпают Под романс Динь-динь-динь-динь Для меня это Сомнительный комплимент Но тем не менее Вот они ставят Динь-динь-динь Моем исполнении И детки засыпают В лунном севере снег серебрится, Вдоль по дороге троечка мчится. Динь-динь-динь, динь-динь-динь, Колокольчик звенит этот свой, Этот звук многом не горит. В лунном сиянье ранней сною, Помнишь ли встречи, друг мой, с тобою, Колокольчиком твой, Голосъем и звенят. Динь-динь-динь, динь-динь-динь, О любви сладко пел. Вспомнил сама у меня, Шумной топаю, Личик милой зверь, Фотаю. Динь-динь-динь, динь-динь, Динь-динь-динь, Сон пока обгренит, С молодой ужинной, мой. Соперник всталит, В лунном сиянье, Снег серится, Вдоль по дороге, Вдоль по дороге, Троечка мчится. Олег, вы как-то сказали, не я пришел в романс, А романс выбрал меня. Да, да. Как это понять? Расскажи. Это применимо больше к 90-м годам. В то время было два имени, на самом деле, На отечественной эстраде успешных исполнителей, Подчеркну, то есть пели романсы, конечно, многие. Вот, но успешных на уровне того, Чтобы собирать каждый год по два-три раза Большой концертный зал Октябрьский. Или там Большой зал консерватории в Москве. Или был у меня период, когда я 12 раз за год Выступил в концертном зале имени Чайковского. То есть каждый месяц. Так вот, было два имени. Евгения Смоленинова и Олег Погодин. Которые в этом жанре были известны В масштабах всей страны. И соответствовали этому жанру во всех смыслах. Не только как певцы и музыканты, Но и как люди мыслящие, чувствующие так. И обладающие той старинной традицией. Причем не потому, что нас выучили. Ну, я не буду говорить за Женю Смоленинову. Я в этом смысле не знаю ее. А у меня это именно просто, вот знаете, Как передача, как будто вот оттуда просто взяли И передали. Потому что меня не учили петь романс. Но, тем не менее, традиция исполнительская Была абсолютно вот как оттуда. Уже потом, к концу 90-х годов, я заболел Совершенно Обуховым и Лемешевым. И, может быть, оттуда вот воспринял какую-то Именно такую исполнительскую манеру, Которую и сейчас стараюсь удержать. Знаете, в неакадемическом материале Академическое исполнение. Или, по крайней мере, попытка поднять До академического исполнения. Поэтому я и сказал, что жанр выбрал меня. То есть, я должен был в то время, вот Когда не стала Валерия Гафонова, Должен был кто-то этот жанр подхватить Именно как известный исполнитель. Со мной это случилось. Моя заслуга, то, что я в этом честно очень работал, Но в каком-то смысле это еще и лотерея. Могут быть кто-то другой. И в этом именно смысле не я выбрал романс, Романс выбрал меня. Олег, из ваших слов я понимаю, что Вы с детства хотели петь, Хотели быть певцом, причем оперным певцом. Но почему вы в конечном итоге поступаете На актерский факультет театрального института? Цепь случайностей. Сейчас понятно, что это не случайности, Но это в контексте судьбы. Тогда однозначно случайности. Я просто закончил школу, мне было 16 лет. Я пришел прослушиваться в консерваторию. Мне сказали, все здорово, Прослушивается звонкий тенорок, цитирую. Но вам рано начинать учиться петь. Два года где-то погуляйте. Мы вам советуем лучше, Кстати, хороший был совет. Лучше поступите в училище, Подтяните инструмент какой-нибудь. Я, собственно говоря, Примитивно тогда играл на баяне. И больше ни на каком инструменте. Через два года приходите, И мы почти гарантируем вам, Что мы вас возьмем. И я случайно Я пошел пробоваться в театральный институт. Исходя из чего, в театральном институте Был курс мускомедии. Правда, в 85-м году, когда я пришел поступать, Его уже не было. В результате я пробовался на курс Под названием «Музыкальные речевые жанры эстрады». И при конкурсе, Конкурс такой не объявляют никогда, Когда, конечно, если считать консультации, Потом нам рассказали, 147 человек на место, 16-летний парень из Красносельской школы Поступил в театральный институт. Это случайность с точки зрения С течения обстоятельств, Но не случайность с точки зрения Дальнейшей судьбы. Первые два года в театральном институте Я все пытался, Я хранил эту мысль о том, Что я уйду в консерваторию, Я перейду учиться туда, Или поступлю заново. Но, во-первых, Нас хорошо очень учили петь. Первый педагог у меня по вокалу Галина Владимировна Скопа-Родионова «Царствие небесное» Одна из самых виртуозных и чудесных Оперных певиц в Петербурге, Но ее карьера пришлась на военное время И сразу после. Замечательный педагог. Ну, а через два года, Вы знаете, Человек, который попадает в театр, Он им заболевает навсегда. Тем более, что у меня получалось и там, Начало получаться что-то в драме, Хотя о своих драматических способностях Я довольно скромного мнения. Это не поза, Это действительно так. В сравнении с певческими Они, извините, за автологию сравнения не выдерживают. Тем не менее, Я все еще рассчитывал заняться вокалом серьезнее, Пока не перешел с третьего курса эстрадного На драматический курс. Потому что, если учиться в театральной студии продолжать, Казалось, что нужно заниматься драмой. Опять-таки, В процессе обучения я попал в первый Советско-американский обмен студенческий И театральными школами. И стажировка в Америке месячная. У нас было 20 студентов из России И 20 американцев. Там мы в Америке занимались Американский мюзикл пять недель. А здесь занимались Чеховым. Потом все это дружные компании. Но вот опять-таки, Как-то я с музыкой оказался и там связан. Но! По окончании института я получил приглашение В Большой драматический театр. Проработав три года в Большом драматическом театре Поняв наконец несоответствие драматического и музыкального талантов Мне лично. Я просто пришел к Кирилл Ильичу Лаврову И попросил меня отпустить. Такого не делал до меня никто, кроме Максима Леонидова. Но взамен я получил другое Сейчас уже могу сказать счастье. Это уникальная ситуация. Я всю жизнь выхожу на сцену не просто от первого лица. Это выходит вот Олег Погодин. И я выступаю не как артист, я выступаю как поэт. Вот эти тексты, которые я сейчас присвоил, они мои. То есть я вот вышел сейчас с этим репертуаром Это написал не Глинка, не Чайковский, не Зубов, не Харито. Это написал я сейчас. Даже нет, это я пишу сейчас вот в процессе того, что происходит. Это роскошь на самом деле. И я, соответственно, выбираю тот репертуар, который сегодня я могу исполнить как автор. Олег, к сожалению, наша передача подходит к концу, но я хотел бы вас пригласить в следующую нашу передачу на следующей неделе, если, конечно, вы не против. С удовольствием. Спасибо. Сегодня в гостях у нас был народный артист России, певец-исполнитель романцев Олег Погодин. Олег Погодин. Олег Погодин. Олег Погодин. Олег Погодин. Добрый день! В эфире программа «Петербургские встречи». Мы продолжаем нашу беседу с народным артистом России, певцом Олегом Погудиным. Олег Евгеньевич Погудин. Камерный певец, исполнитель романсов, народный артист России. Окончил Ленинградский институт театра музыки и кинематографии. Был принят в труппу Большого драматического театра, но проработал там только три года. В 1990 году представил публике оригинальную программу «Я – артист» по песням Александра Вертинского. Вскоре вышел первый большой диск Олега Погудина «Звезда любви». С 1993 года артист посвящает себя исключительно концертной деятельности, как в России, так и за рубежом. Сегодня в репертуар певца входит свыше 500 песен и романсов. Записано более 20 дисков. Искусство романса в его исполнении обрело новых почитателей и новую жизнь. Олег, добрый день. Добрый день. Плать снова вас видеть в нашей студии. Спасибо. Безусловно, талант очень важен для певца, очень важен вообще для творческой личности, для человека. Но, на мой взгляд, это одна составляющая успеха. И есть еще одна немаловажная составляющая – это случай. Его величество случая. Его величество случая. Скажите, был ли такой случай в вашей жизни, который дал толчок в вашей карьере? Да. Хотя, понимаете как, у меня очень давняя сценическая именно история. Я стал солистом детского хора Ленинградского радиотелевидения, когда мне было неполных 9 лет. И поскольку голос был действительно чудесный, и когда я был маленьким, с красивым тембром очень, то через два месяца поступления в детский хор, я уже пел солистом хора, пел в Большом зале филармонии и Большом концертном зале Октябрьский. Я к чему это говорю? К тому, что к сцене я привык очень давно, и в то же время для меня до сих пор любой успех – это чудо. Я до сих пор, когда начинаю там роптать на что-то внутреннее, на власть, на погоду, на что-то еще там, на коммунальные службы, останавливаю себя одним и очень быстро. Что то, что сейчас у тебя есть, на самом деле ты мечтать об этом не мог. Тебе с избытком выдана была удача. И добрые люди. Негодяев тоже хватало, но добрых все-таки помощников было больше. Было больше. Поэтому я не могу сказать, знаете, о том, что проснулся знаменитым. Нет. Но были очень важные события, как, допустим, вот мое непоступление в консерваторию, поступление в театральный институт, потом стажировка в Америке. И с точки зрения карьеры, абсолютно точно, это поклон вот той самой студии, в которой мы с вами сейчас находимся. И, к сожалению, покойный Галине Павловне Гамзелевой, с которым, в общем-то, не 10, но к 10 фильмам примерно, было снято с моим участием, а некоторые из них просто и насквозь с моим участием. Когда я еще выступал только в Петербурге, и вот я помню, до сих пор, вы знаете, такое ощущение невероятной радости, когда после концерта подходит пара, молодые люди, муж и жена. Они говорят, мы так счастливы, мы прилетели специально из Владивостока на ваш концерт. Я говорю, а как вы узнали? Ну как, вот петербургская редакция выходила на всю страну. И я тогда действительно стал известен на всю страну. Если бы этого не было, наверняка карьера бы все равно состоялась. Сейчас я понимаю, состоялась бы, нет вопросов. Но то, что я в очень молодом возрасте, мне было тогда, соответственно, 23-24 года, то, что я стал известен на всю страну, это, конечно, бесценный совершенно подарок. Причем, стал известен в том, что я делаю, не покрывав ничем, ни творческой, ни человеческой части своей души. Мало того, это мне позволило потом отказываться от предложений неприятных и сомнительных, которых было предостаточно. Из вот этого молоха, тогдашней рождавшейся попсы, который перемолол очень многих талантливых молодых людей, превратив их в исполнителей чужой воли. А чаще всего просто опустошив их. Мне удалось этого избежать, потому что я был известным исполнителем. Не тверди, для чего я смотрю на тебя. И зачем, за что, полюбил я тебя. И зачем, и за что, полюбил я тебя. О, дитя, не вини, я не в силах забыть. Перестань проклинать, не могу не любить. Перестань проклинать, не могу не любить. Перестань проклинать, не могу не любить. Без тебя этот мир для меня сущат. Олег, слышал, что вы даже учились как певец у Галины Вишневской. Скажите, а она была именно вашим педагогом, или вы просто посещали мастер-классы? Именно моим педагогом в течение трех лет 50 с лишним занятий. Так что, наверное, моим педагогом. Это прилично. Я, да, я приходил к ней заниматься в Центр оперного пения в Москве. Это были полноценные полуторачасовые занятия. Именно оперный вокал? Нет. Ну, Галина Павловна человек великий во всех смыслах. Я ведь выпрашивал у нее эти занятия в течение почти десяти лет. Собственно говоря, после чего, когда было вручение Совско-сельской премии 1999 года, мне тоже ее тогда вручали. И на этом вручении были Мстислав Леопольевич и Галина Павловна. И вот, когда именно мне вручали статуэтку Анны Ахматовой, там очень красивая, бронзовая, после этого Галина Павловна вдруг поднялась и сделала такой жест царственный ко всем. И дальше сказала почти, я не помню этот текст, но суть такая, что вы уникальный исполнитель и обязаны беречь то, что вы умеете, то, что вы можете, еще какие-то теплые слова. Правда, в своем духе, потом повернувшись, сказал ко мне, только не зазнавайся. После этого я побежал из теста. Как? Вы знакомы с Галиной Павловной? Я стою так. Я говорю, вы слышали все. Я тоже это слышал сейчас. Я говорю, первый раз общаюсь с Галиной Павловной лично. После этого, когда там был банкет небольшой, я подошел к ней, поблагодарил и опять получил, причем уже таким холодным душем, вот, все, что я сказал, говорит, это аванс, ваше дело работать. Я тогда первый раз попросил, ее не взяли позаниматься. Сказал, потом поговорим. А потом получилось, когда открылся центр оперного пения, я туда приходил на спектакль совершенно чудесный. И всякий раз крянчил, ну, давайте позанимаемся на счет. Всегда получал ответ. Говорит, у тебя все есть? Иди работай. У тебя все в порядке, иди работай. Но за несколько лет, видимо, все-таки додавил это вещи. Она говорит, ну, приходи, послушаю тебя. Знаете, какое самое было потрясающее впечатление? Я пришел, естественно, с тем репертуаром, который пою. И вот, допустим, вспоминаю, глядя на луч пурпурного заката. Заболевой романс называется. Она говорит, стой, там другие слова. Я говорю, в смысле, другие слова? Другие слова. И она начинает вдруг петь. Я говорю, Галина Павловна, да, конечно, другие. Это женский текст. А, ну да. Значит, пою какой-то другой романс. Стой, там другие слова. И начинает точно совершенно, поет романс городской. Галина Павловна, откуда? Откуда вы это вот так вот в деталях знаете? Говорит, ну, я же до Большого театра пела весь этот репертуар. И вот потом, ну, действительно, золотое отношение к студентам. Говорит, будешь заниматься у меня, потому что, если, говорит, кому-нибудь отправлю, там с тобой будут заниматься оперой. А ты должен остаться в этом жанре. И, собственно говоря, мы занимались с ней техническими моментами. Занимались на материале, в том числе и на классическом, в том числе и оперном. То, что я мог там пробовать. Это во всех смыслах бесценная совершенно была школа. И по профессии, и, знаете, когда находишься рядом с великим человеком, и наблюдаешь его поведение вот почти в быту, воспитываешься просто автоматически. Хотя я к ней попал уже почти сорокалетним исполнителем. Тем не менее, потом, после одного из концертов у них в центре оперного пения, Галина Павловна как раз собрала всех, и нас, меня с музыкантами, и студентов, которые были там на концерте, подняла то, знаете, и говорит, за что я хочу выпить. За вас в том смысле, что человек, который при состоявшейся карьере, при всероссийской известности приходит учиться опять, это очень дорогого стоит. То есть я с этим богатством, слава богу, живу дальше. Потому что это вот никогда уже не уйдет, это не отнять. И это как где-то вот у меня уже вошло в подкорку, в кровь, в кости. То есть если со мной говорят сейчас молодые какие-то исполнители, просят каких-то советов, в том числе и вот мои педагоги, и Александр Николаевич Кунинцын, Галина Андреевна Барышева, Галина Владимировна Скопара-Дионова, Галина Павловна Вишневская, Эдуард Анатольевич Хиль, люди, у которых я учился. Вот они все это через меня говорят сейчас. И на сцене в том числе, в каком-то плане. И когда я даю какие-то советы кому-то из артистов, которые у меня эти советы спрашивают. Как хочется хоть раз, в посередний раз поверить, не все ли мне равно, что сбудется со мной. Любовь нельзя понять, любовь нельзя измерить. Пусть это глубь бездонная, пусть это даль туманная, Сегодня нитью тонкою связала нас судьба. Твои глаза зеленые, слова твои обманные, И эти речи звонные свели меня с ума. Олег, вы много гастролируете, гастролируете и в России, и за рубежом. А скажите, кто ваша зарубежная публика, И как они принимают и воспринимают романс? Сейчас моя зарубежная публика, это наши соотечественники. К большой печали наших соотечественников так много сейчас за рубежом, Что это многомиллионная аудитория, Для которых этот репертуар родной. Мало того, если люди уехали из России в конце 80-х, в 90-е годы, То именно этот репертуар для них бесценный, Именно в этом репертуаре концентрируется ностальгия, И именно этот репертуар крайне востребован. Что касается туземцев, простите, зарубежных жителей, Они приходят. Ну да, про французов, или немцев, или британцев. Они, конечно, приходят, но их очень немного. Там порядка 10-20% от аудитории. В первую очередь, конечно, это супруги, члены семьи. Или люди, которые очень глубоко интересуются Россией и русской культурой. Но я за рубежом работаю больше всего для соотечественников. Тем не менее, на нескольких языках я пою настолько прилично, Что как, в общем, носитель языка. И это вызывает неизменный восторг у людей, Которые живут в той стране, где мы выступаем. Потому что это не такой, знаете, реверанс в сторону принимающей стороны хозяев. Что вот, а вот сейчас мы споем, как у нас там на ломаном языке поют очень черные, Или не слышно, садут даже шорохи. Когда через некоторое время ты начинаешь улыбаться от совершенной наивности. Но все равно приятно. Вот, надо же, великий зарубежный исполнитель, там, в Повороте, или Мире и Матье, Вот они сейчас на русском языке что-то попытались изобразить. Я, когда исполняю репертуар не на русском языке, я над ним очень серьезно работаю. Я его присваиваю почти до такой степени, что как будто я его сочинил. Это очень важно. Если вот говорить, допустим, о французской песне, итальянской песне, отдельной программой. Мало того, эти программы я даю здесь, в России. И полные залы. На целиком. Понимаете, два часа. Все французский язык. Я едва-едва разбираю французский язык. Я на нем не говорю. Читать могу. И ужасающе объясниться без грамматики. Там, допустим, в магазине, в ресторане, в отеле. Даже на улице, если потребуется. Но я к чему это говорю? Ведь далеко не все у нас в отечестве говорят на французском языке. Тем более свободно. А песни Пиафа, Знавура, Монтана, там еще ведь очень замороченные стихи. Прекрасные, но очень трудные. Даже для француза требуется усилие, чтобы этот текст адекватно воспринять и получить от него наслаждение. Так вот, два часа публика в зале слушает исключительно французские тексты и испытывает восторг и наслаждение. Если бы не было европейских гастролей, европейских путешествий, это бы ничего не было. Потому что, исполняя песню «Падам, падам», в которой есть слова такие «Туса, портом бей, жестокуэн, лару». И вот это вот все только для того, чтобы упасть на углу улицы. Я представляю, на каком углу было это падение. Я специально пошел туда и посмотрел. Для этого нужно прочесть стихи внимательно, для этого нужно прочесть историю автора. Для этого нужно знать, что сначала была написана эта прекрасная и пленительная музыка, а потом только на нее, уже на эту музыку, писался текст. То есть этот текст очень от ума, этот текст очень рассудочный, он очень оценочный. Это не вдохновенная поэзия, на которую написали музыку. Значит, все то, о чем там пишется, это реальные события, происходившие с поэтом, а потом и с исполнителем. И это надо знать, надо туда прийти, надо коснуться этих периодов. Вы должны пережить это. Ну, пережить это... Как будто, нет, как будто, я имею в виду, как будто это происходит с вами. Как актер, должны присвоить. Для меня путешествия и гастроли за рубеж – это всегда творческий акт. Это не творческий акт в том смысле только, что я на сцене занимаюсь творчеством, а это творческий акт в том смысле, что я насыщаюсь этой атмосферой, я присваиваю, сколько могу присвоить. Субтитры создавал DimaTorzok Как хорошо вести беседу с таким человеком, как вы, поскольку я сам певец, я могу после нашей беседы взять на вооружение то, что вы говорите. Потому что, на самом деле, прекрасная концепция. Олег, сейчас мы с вами начали говорить о ваших программах. У вас большой репертуар, огромный репертуар. А как вы выбираете, составляете программы? И, может быть, у вас есть какие-то свои любимые программы, самые любимые программы? Расскажите. Я не ученый, вот в этом смысле у меня как раз склад абсолютно творческий. Поэтому в 90-х годах, когда меня спрашивали, как подбирать репертуар, я говорил довольно примитивно. Нравится, начинаю петь. Если могу спеть, то здорово. Но потом, когда репертуар именно вырос, когда несколько сотен песен, романсов оказалось в активном репертуаре, стали складываться программы. Некоторые программы, правда, я делал специально как программы. Это вот песня была так у Джавы, песнопение Романаха Романа, песня Александра Вертинского. Хотя Вертинский это еще студенческая работа, дипломная. И, собственно говоря, в Париже, не во Франции, а именно конкретно в Париже, рождались все те пленительные мелодии, которые потом вошли в русский романс. Если я, опять-таки, подчеркиваю, я не ученый, не музыковед, но какие-то вещи знаю точно. Почему, например, в одном концерте совершенно просто соединяется русский городской романс, французский шансон и, допустим, испанские песни или там музыка пицовая? Да потому что все эти мелодии родились в Париже. Только они интерпретированы были в России по-русски, в Латинской Америке или в Испании с испанским акцентом. А для французов эта традиция совершенно органично потом перешла во французские песни, кабаре и потом во французский шансон, который завоевал все великие сцены мира. Так вот, вы спрашивали, как я отбираю репертуар. Раньше это было все по вдохновению. И слава богу, что было так. Теперь я стараюсь закончить программы какие-то. Вот лет 10 была мечта спеть программу романса Петра Ильича Чайковского. Если в мой репертуар прочно вошел романс снова, как прежде, один, он вокально не мучительный. Он как бы, ну, может быть, спет, даже если у тебя хватит бессовестности, его можно напеть. Но потом вошел романс средь шумного бала, который напеть уже просто так будет. Ну, паршиво нельзя, то есть нужно спеть. Но, в принципе, это еще где-то отголосок романса. Знаете, как Ария Ленского, куда-куда вы удалились, когда начало, особенно в ми-миноре. Там просто, ну, городской романс. Если сейчас сядет кто-то под гитару и обученный тенор начнет петь, и ты услышишь вот до первого развития такого уже масштабного музыкального, ну, как песню, которую там пели на Петроградской стороне сто лет назад. Два года назад удалось сделать эту программу, но теперь я не юный исполнитель. И какие-то вещи мне приходится осваивать мастерством. Потому что иногда бесконечная, почти до некоторой неумности, наивности текстов, на которые Чайковский писал, она очень хорошо оправдывается, пока ты совсем молод, или уже потом оправдывается, если ты большой, серьезный певец. Вы часто выступаете. Скажите, ну, каждый раз вы испытываете удовлетворение? Или бывают такие моменты, когда вы, ну, просто недовольны концертом? Бывают моменты, когда я недоволен концертом, но, по счастью, ни разу не было концерта, которым я был бы недоволен вообще. То есть ни разу не было провала ни внешнего, а внутреннего. Ни разу не было вот неуспеха, когда ты понимаешь, что не получилось ничего. Но точно так же не было ни одного концерта, после которого я бы выходил и говорил, «А-а-а, сейчас сегодня свершилось!» Нет. Кстати, это нормальная ситуация, потому что, если тебе совсем неприятно то, что ты сделал, надо задуматься не о смене профессии, то, по крайней мере, о смене репертуара там или концепции. Нет, многие артисты и певцы говорят, я каждый раз недоволен своим выступлением. Вокалист особенно, да, но надо разделять искусство и физиологию. С точки зрения физиологии я тоже никогда не доволен своим ни одним выступлением. Я никогда не был в голосе, если вы хотите это услышать. Как говорят чаще всего тенора, сегодня они в голосе. Это когда ты был в голосе? Никогда. Никогда. Да, как ни горько, идеальный голос мы демонстрируем чаще всего только на распевках, в классе и на репетиции. И когда спектакль или концерт, певец всегда начинает заболевать. Ну да. В Петербурге, кстати, это без иронии. Без иронии. Вот, видите, как я сразу усерьезнился. Это просто дамоклов меч беспрерывный. Надо разделить физиологию и художественное делание. Нередко по-настоящему заболевший артист может вдруг совершенно гениально работать как актер. Потому что мобилизуются другие резервы. Можешь быть и здоров, и какие-то вещи у тебя получаются блестяще. Причем иногда неожиданно совершенно для тебя. Вот ты рассчитывал. Ну, если говорить о концерте, ты рассчитывал, что сегодня ты спаешь вот этот роман замечательно. А он взял и прошел как-то холодно. Люди рады. Не то, что потому что не холодно, в смысле для тебя. Он не свершилось. Ты ожидал, что будет победа. А нет. И вдруг то, на что ты сегодня не рассчитывал совершенно, прозвучало так, что думаешь, батюшке за 15 лет это самое лучшее исполнение. Для тебя самого. Среди миров мерцваний святим. Одна из звезды я повторяю имя. Не потому, чтобы я ее любил, а потому, что мне темно с другими. А чем именно для вас, Олег, измеряется? Успех. Творческий успех. Вот это вот словами-то особенно не выскажешь. И взвесить и измерить это почти нереально. Есть гонорары, есть премии, есть любые зрители. Подождите, вы сказали творческие успехи. Творческие успехи. Если бы говорили о успехе вообще, то, естественно, гонорары, зрители и так далее, это все не просто существенная, необходимая вещь. Потому, что если ты не востребован, то это трагедия. Мы не художники в смысле не живописцы, мы не писатели, мы не композиторы. И поэтому мы не можем писать в стол в расчете на то, что когда-нибудь кто-нибудь нас оценит. Нет. Мы имеем успех или неуспех здесь и сейчас. И наш успех и неуспех рождается сейчас и тут же исчезает. Поэтому, если нет публики, то это горе. Причем это не значит, что артист плох. Но, если постоянно тебя не воспринимают, если постоянно ты не востребована, это беда. Надо лучше менять профессию, потому что это мука, которая не даст тебе жить нормально. Или вообще просто не дожить. Если же говорить о творческой составляющей, то вы употребили очень правильное слово удовлетворение. Именно. Глубокое удовлетворение я испытываю не всегда. Удовлетворение всегда. Я всегда на своем месте. На сцене я всегда на своем месте. У меня никогда это счастье особое. Но счастье, кстати, возможно, когда ты сам себе хозяин. Что всегда, без исключения, ни одного концерта не было. Когда я думал бы, а я вообще на своем месте или нет. Я всегда был на своем месте. Другое дело, что были победы всегда? Нет, не всегда. Свершения были ли всегда? Нет, не всегда. Но всегда было что-то, за что мне только не стыдно, а за что радостно. Всегда было что-то достойное. А иногда были победы, свершения и счастье. Это счастье певца. Олег, спасибо большое за интересную беседу. Был рад вас видеть. Спасибо за приглашение. Очень было приятно с вами общаться. Спасибо. Сегодня в гостях у нас был народный артист России, певец-исполнитель романцев Олег Погодин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин